Студия Медиакнига представляет Анна Пожарская. Игра на двоих. Читает актриса Евгения Витте. Пролог. Настолки для новичков. Семь лет назад. Ничем не примечательный вокзальный гул напоминал плач древнего, канувшего в небытие божества. Гелия не кстати вспомнилась расхожая фраза о том, что вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС, а больница слышала больше искренних молитв, чем храм. Она подняла голову и посмотрела мужчине в глаза. Насыщенно голубые, с веселой чертовщинкой, они ненадолго отгоняли тоску, но после та накатывала с новой силой. Не хотелось отпускать его, не хотелось расставаться. Одернула себя. С чего такие страсти, если знала его чуть меньше двух дней? Ну, чего приуныла? Он торопливо чмокнул ее в губы. Я позвоню, как буду в Москве. Там и увидимся. Надеюсь, понравлюсь тебе и дома. Боюсь, что питерские улицы добавили мне лишнего обаяния. Что ты? Она погладила его щеку и тихонько обрадовалась, когда заметила, что он прикрыл глаза. Наоборот, рядом с тобой я не разглядела толком ничего. Придется ехать сюда второй раз. Можно будет сделать это вместе, конфетка? Я бы очень этого хотел. Геля довольно кивнула, и ей страшно нравился его настрой. Где-то на задворках разума еще блуждала мысль, что они почти незнакомы, и его слова вполне могут оказаться обычными пустыми обещаниями. Но Геля гнала их прочь. Рядом с вруном не может быть так чудесно. Легко, интересно, спокойно. Где-то читала, что есть ощущения, которые невозможно подделать. Подали сапсан. Геля набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. До встречи. Буду ждать твоего звонка. До встречи. Мужчина погладил ее по волосам и впился в губы с жадным дурманящим поцелуем. Геля ответила. Не могла не ответить. Ей показалось на миг, что эта формальность страшно важна, и от нее зависит дальнейший ход событий. Высвободилась из его объятий за пять минут до отправления. Нырнула в нужный вагон и уселась на свое место. Смотрела в окно и махала ему до последнего. Сердце прыгало теннисным мячиком, а на душе была такая тоска, будто Геля навсегда расстается с закадычным другом. К счастью, очень скоро дала знать о себе бессонная ночь и мелькавшие за окном здания стали сливаться в разноцветную массу. Геля понаблюдала за ними немного и провалилась в темноту забытья. Проснулась на подъезде к Ленинградскому вокзалу. Успела только выпить кофе и порадоваться, что вернулась домой. Решила позвонить ему у входа в метро. До дрожи в руках хотелось услышать его голос, а после могла не успеть. Он собирался улетать из Пулкова в обед. Достала бумажку с номером. Они отчего-то не позвонили друг другу, чтобы сохранить телефоны, а записали их по старинке и принялась набирать цифры. «Набранный вами номер не существует», — оповестили Гелю хорошо поставленным механическим голосом. Она тряхнула головой и снова набрала цифры с бумажки. «Набранный вами номер не существует», — повторил все тот же голос, и Геле показалось на мгновение, что он и насмехается над ней, и удивляется ее настойчивости. Геля сверила цифры на бумажке и в смартфоне, и протяжно вздохнула. Все совпадало. Опустила глаза и спрятала гаджет подальше в сумку. Было так трудно дышать, будто все внутри сжали бездушной, безотказно работающей железной рукой.